Приветствую вас уважаемые коллеги трейдеры на очередной торговой сессии этой недели на календаре 2 ноября и мы продолжаем анализировать рынок используя математическую модель поведения цены. Итак начнем с индекса S&P 500 рынок в самом разгаре поэтому сегодня будет что-то интересное да и завтра будет что-то интересное да и вообще каждый день будет что-то интересное. Индекс S&P 500 вчера скорректировался на необходимую нам размерность и что позволило нам зайти в рынок и сейчас мы уже находимся в лонговой позиции. Специально для вас я нарисовал разницу между утренним построением и тем построением которое образовалось в нем исходя из пробоя локального максимума. Вот почему необходимо постоянно уточнять свои построения, постоянно проверять не изменилась ли как-то тенденция на рынке для того чтобы иметь возможность заходить в точечные входы. Если бы вы пользовались тем что я нарисовал утром это был уровень 4584 то скорее всего вас бы не забрало с большей вероятностью. То есть если конечно вы не совсем высоко поставили отложенный ордер. А так у вас получился точечный вход даже из-за спреда в принципе я думаю что вход был весьма неплох. Поэтому сейчас друзья находимся в лонговых позициях ждем до наших целей 4639-4646 и это будет наш как минимум ближайший профит. Что касается размерности то здесь можно отмечать можно не отмечать но так или иначе мы видим что у нас размерность переводит в ту же самую область поэтому считаем эту цель актуальна. Идем дальше евро доллар евро вчера подрос как видим проторговали мы линию поддержки сопротивления закрепились выше нее но сегодня на новостях спустились вниз новости из евро зоны видимо были не слишком положительные. Итак значит чего ждать дальше от этой валютной пары. Ну во первых мы здесь явно видим что у нас после такого срыва цены образовался вложенный день. Не очень я люблю такие вложенные дни я уже объяснял почему в том числе и в видео при разговоре о ликвидности и объемах внутридневных. Потому что вот этот срыв цены который здесь произошел здесь фактически пустота и то что мы ее сейчас заполним эту пустоту это приведет нас фактически к балансу. Потому что у нас есть какой-то объем который проходил вот здесь пока еще была борьба. Затем пошел срыв эта конкретная пустота и снова объем начал набираться вот здесь когда мы начали фиксировать свои позиции. Поэтому сейчас исходя из вот такой картинки я понимаю что цена с большей вероятностью пойдет к верхней зоне ликвидности. Потому что здесь именно у нас есть тот самый незакрытый кусок который нам нужно скорее ликвидировать. Поэтому с текущих позиций я бы рекомендовал если уж вам совсем не терпится то рассматривать движение в лонг. Несмотря на то что мы сейчас пытаемся закрепиться ну по крайней мере находится цена ниже трендовой линии поддержки сопротивления. А уже от верхней зоны ликвидности здесь поставил отложенные ордера 1.16.32, 1.16.630 и нижняя зона ликвидности 1.15.218, 1.14.923. Вот такие две зоны у нас получаются. Мы будем конечно же рассчитывать на достижение верхней зоны затем движение к нижней зоне но по сути может быть по всякому. Если хотите консервативный подход то просто поставьте отложенные лимитные ордера на верхней зоне и на нижней зоне и вам будет счастье и радость и просьба. Так пока что больше здесь я ничего говорить не буду по поводу тренда здесь ситуация не совсем понятная особенно с учетом вот таких срывов. Поэтому пока работаем по тем зонам которые я озвучил. Дальше фунт-доллар. Сценарий который мы вчера рассматривали по поводу выхода из накопления вверх из покупок фунта. Как видим не было даже намека на выполнение этого сценария. А вниз я открывать позиции не рекомендовал. Поэтому по большому счету если вы вчера не рисковали то вы должны быть сейчас вне рынка по этой валютной паре. Ну и ничего страшного. Вот что будем делать дальше. Дальше у нас здесь есть несколько размерностей. При выполнении которых в коррекционном направлении мы можем попытаться открыть дальше короткие позиции. Первая размерность нас приводит в котировку 1.3678. В принципе отсюда можно попробовать продать. Как писал для этого есть несомненно. Дальше. Следующая размерность она более высокая. Вот она эта размерность. И она нас приводит аккурат, ну практически аккурат в уровень минимальной коррекции 1.37.086. Отсюда также можно продать. Тем более что этот уровень у нас совпадает с зеркальным уровнем поддержки и сопротивления. Как видим здесь очень четкий был оскок от этого уровня. Поэтому может сработать эта идея. И третий уровень это 1.37.49. Уровень находится практически возле линии поддержки и сопротивления. Является своего рода критической точкой. То есть если мы уже и отсюда не оттолкнемся. То значит при закреплении выше трендовой линии просто на паттерне 1.2.3 как обычно открываем лонговые позиции. В принципе здесь все. Никаких особо премудростей. Что касается потенциала движения цены. Во-первых мы теперь уже используем следующую размерность. Причем размерность это можно также и вот этого уровня тоже построить. И область здесь получается достаточно большая. Но если ее в целом выделять. Если в общем и целом выделять эту область. То она получится действительно достаточно обширная. Это получается от котировки 1.35.077 до котировки 1.35.739. В этой области есть ключевой диапазон соответствующий последней коррекции. Это диапазончик 1.35.46-1.35.60. Вот на него можно ориентироваться в качестве цели. Ну и не забываем про то что у нас есть диапазон среднесрочный до сих пор не отработавший. 1.35.83-1.35.61. От него также возможны какие-то отстоки и коррекции. Идем дальше. Доллар по отношению к японской иене. Удивлен я был что дивергенция у нас не отработала буквально на каких-то 12 пипсов. И я вчера сидел и думал блин а что же я сделал не так. Вроде все правильно. Но оказывается не все правильно. Я построил канал по вершинам. То есть по теням. А на самом деле нужно было построить канал именно по вершинкам. Если бы мы построили именно канал по вершинкам. То есть вот таким образом. То у нас по сути говоря немножко был бы пониже потенциал. И исходя из того что был бы пониже потенциал. Ну откуда бы мы. Во-первых мы бы раньше начали строить нашу дивергенцию. Но во-вторых мы бы ее успешно затестировали. Поэтому тут уж если вы вчера не увидели какой-то фиксации. Извините это мой косяк. Так стараюсь больше такого не допускать. Так дальше. Чего сейчас ждать от рынка. Ну тренд у нас до сих пор восходящий. Восходящий. Размерность вот эта практически выполнена. Если рассматривать теперь уже не вот такой канал. То есть не нисходящий наклонный трендовый канал. А восходящий наклонный трендовый канал. По вот этим вершинкам. То видим что практически мы выполнили размерность этого канала. Поэтому что мы будем делать. Мы будем с вами от котировки примерно 113.383 покупать. Покупать. И стоп-лосс у нас будет сравнительно небольшой. Да здесь в принципе незачем ставить большой стоп-лосс. Просто поставили стоп-лосс. Да хотя бы каких-то 18-20 пунктов. Этого будет достаточно для защиты вашей идеи. А потенциал при этом будет равен почти 100 пунктов. Даже больше 100 пунктов. До котировки из 114.460. Поэтому считаю что сделка очень хорошая. В восходящем тренде от нижней границы. По-моему все круто. Эту идею как основную сегодня используем. Идем дальше. Доллар канадец. Доллар канадец пока что не показывает какого-то движения. Но здесь есть еще один момент. У нас вот эти проторговки образовываются как видим в одном и том же диапазоне. Регулярно происходят срывы. То вверх то вниз. А потом снова цена возвращается в этот диапазон. И здесь у нас образовался еще один вложенный день. Аккурат вчера. Понедельник был менее волатильный чем пятница. И понедельник полностью лежит в рамках пятницы. Поэтому есть еще один вложенный день. То есть помимо того, что у нас есть неотработанная зона снизу. Теперь у нас есть еще одна неотработанная зона снизу. Так. Отметил все поймать не могу. Итак. Нижняя зона ликвидности. Отмечаем себе на графиках. Это 1.23.319. 1.23.074. Отлично. И верхняя зона ликвидности. А, блинчик, я так не могу. Странно. Так. И верхняя граница зоны ликвидности. Так. Это у нас верхняя зона ликвидности. Точнее. 1.24.230. 1.24.475. Отрабатываем их точно так же, как мы отрабатывали все остальные зоны. Ставим лимитные ордера. При достижении половины потенциала. То есть движение от одной зоны к другой. Можно частично зафиксировать позицию. Перевести сделку в без убыток. Или просто перевести сделку в без убыток. Ради бога. И обратите внимание на такую вещь. У нас очень много размерностей, как я говорил, указывают на то, что мы должны прийти плюс-минус в этот диапазон. И теперь нам диапазон ликвидности прям сигналит, прям орет о том, что мы должны сюда подняться и отсюда резко опуститься. Уж не знаю, поможет нам в этом фундаментальный фактор или не поможет. Но, когда такие вещи происходят, они не происходят просто так. Вспомните доллар и японскую иену. Поэтому основной акцент я бы сделал именно на этой котировке. Это котировка 1.24352. Стоп-лост здесь получится порядка где-то 40 пунктов. А тейк-профит получится где-то порядка 100 пунктов. То есть, в принципе, 2,5 раза соотношение. Ну, такое. Более или менее. Итак. Ну, по доллар-канадцу все. Идем дальше. Доллар-франк. Доллар-франк ожидаемо снизился. Поскольку не пробили мы линию сопротивления, то устремились вниз. Эти линии, эти уровни поддержки. Я вчера говорил, что мы их отмечаем не для того, чтобы вы в них заходили в покупки, а для того, чтобы ориентировались, если вдруг цена будет откуда-то корректироваться. Там есть уровень. Итак. Значит, что сейчас у нас здесь на горизонте маячит? Во-первых, у нас есть неплохая дивергенция. Но дивергенция достаточно объемная. То есть, с одной стороны, мы можем эту формацию отработать. И отработка будет достаточно неплохой по потенциалу. Но мне не нравится то, что эта формация, ну, она уж такая, прям как на доллар японской иене. Уж шибко долгая, что ли, не знаю. Уж шибко размашистая, как ее еще описать информацию. В общем, просто для того, чтобы нам хотя бы зайти в сделку, нам нужно дождаться еще движения в 26 пунктов в восходящем направлении. Ну, а после этого нам нужно еще и чтобы у нас цена пробила этот наклонный трендовый канал. По большому счету, если нам не жим-жимит зайти в сделку прямо сейчас, давайте попробуем отработать эту идею. Тем более, что нисходящий тренд у нас здесь уже какое-то время продолжается. И периодически дивергенции здесь возникали. Как видим, были локальные дивергенции, которые можно было отработать буквально за один день. Были глобальные дивергенции, которые до сих пор не отработанные у нас находятся. Вот он, этот трендовый канал не пробит. Поэтому сейчас, видя здесь глобальную дивергенцию, ну, а почему бы ее, собственно, не отработать? Более того, здесь есть очень интересная формация, которую также можно использовать, но это будут агрессивные сделки. И, конечно, уточняю. Значит, есть резкое снижение и есть некая фигурка двойного дна. Сейчас мы резко вышли с этого двойного дна. И вот от этого уровня зеркального поддержки и сопротивления 0.91089 можно попробовать зайти в ланги. Это будет неплохая сделка с одной стороны. Стоп-лосс мы прячем за нашим локальным минимумом. Где-то 30 пунктов у нас получится стоп-лосс. По достижении трендовой линии мы просто зафиксируем часть позиций, остальное переведем в безубыток, чтобы обезопасить свою сделку. Ну, а подождать можно до достижения цели 0.92.183.0.92.241. Вот такие идеи по доллар-франку на текущий момент. Так, ну, а если мы будем отрабатывать дивергенцию, давайте сразу, наверное, начертим на всякий случай, чтобы было у вас понимание, к чему мы идем. Итак, потенциал измерили. Если мы пойдем пробивать где-то вот здесь, то получится, что у нас первая цель это 0.91.80. И вторая цель 0.91.169. Ну, кстати, вот вторая цель, она практически, практически прям совпадает с той целью, которую мы ранее отмечали. Поэтому, держимся такого плана. Идем дальше. Австралиец доллар. Австралиец доллар достиг тех целей, которые мы вчера промежуточные ставили перед достижением нижней зоны ликвидности. В принципе, ну да, то, что мы немного отстрелили вверх на вот эту размерность, это было небольшим сюрпризом. Но, тем не менее, позволило еще раз найти сделку тем, кто этого не сделал раньше. Ну, или тех, кто поздно приходит к обзорам. Вот. Значит, чего ждать сейчас? Сейчас, значит, помимо вот этой размерности, как видим, мы с вами выполнили вот такую размерность. То есть, по сути, сейчас можно ожидать какого-то коррекционного движения. Ну, давайте посмотрим, что у нас возможно. Во-первых, предыдущая размерность. Несомненно. И помимо нее у нас здесь есть еще мелкая размерность. Не очень хочется, конечно, ее рассматривать, потому что коррекция на какие-то 24 пункта, с одной стороны, смешно. Но, с другой стороны, эта размерность нас приводит, как видим, как раз в район круглого, ой, зеркального уровня 0.74.859. Поэтому, в принципе, в принципе, нужно рассмотреть эту идею. Движение у нас сейчас актуальное направление. Именно шторг. Поэтому мы продаем либо по малой размерности, либо по большой размерности. Большая размерность тоже у нас плюс-минус приведет к зеркальному уровню. Потенциал ближайший, пожалуйста, 0.74471. Такие идеи по австралийцу на текущий момент. Идем дальше. Новозеландец. Новозеландец, надеюсь, никто вчера не стал продавать с текущих позиций. Правильно сделали, чтобы подождали до той размерности, которую мы с вами отмечали. Вы молодцы. У вас снова удачный точечный вход. И сейчас мы продолжаем держать Новозеландец до достижения нижней границы, нижней зоны ликвидности. 0.71.424, 0.71.232. Это нижняя зона ликвидности. Цель у нас будет после достижения нижней зоны ликвидности, как мы здесь зайдем в ланги, это движение к верхней зоне ликвидности. Это 0.72.127, 0.72.319. Ну а после этого уже будем дальше рассматривать какие-то тенденции. То есть пока сценарий именно такой. Движение вниз, затем движение вверх. Золото. По золоту также образовался вложенный день. Причем здесь он даже более уродливый, чем по евро-доллару. Там хотя бы какое-то было более-менее последовательное снижение. Здесь вообще двумя свечами мы улетели в тартаровые. Что сейчас ждать по сути от рынка? Мы оттолкнулись от уровня минимальной коррекции по среднесрочной размерности и устремляемся в восходящем направлении. Линия поддержки сопротивления пока что не пробита. Но тренд до сих пор остается восходящим. Об этом говорят среднескользящие. Поэтому что здесь делать? Ну не знаю. На мой взгляд, та картинка, которую рисует золото, на самом деле мы можем двинуть куда угодно. Поэтому я вам рекомендую здесь пользоваться теми значениями, которые мы получили благодаря вложенному дню. Итак, верхняя зона 1802.04, 1809.90, ну 1810. 1810 ровно. Нижняя зона ликвидности 1772.82, 1765.11. При подходе к этим зонам можно лимитными ордерами пользоваться для отработки движения на отскок. Здесь все остается так же, как у нас было в других примерах ранее. По серебру. Здесь вложенного дня у нас не образовалось. Но в принципе здесь он не особо-то и нужен. Вчера пробили мы наклонную трендовую линию. Как видим, сделали коррекцию. Но теперь сценарий простой. Либо с текущих позиций, если вы хотите агрессивно зайти в сделку. Либо при пробое вчерашнего локального максимума, если это будет консервативный вход. Вы можете зайти в рынок с далеко идущими целями в районе 24.74, 24.901. Вот такие торговые идеи у нас по серебруту. Здесь в принципе все достаточно просто. Движение в шорт здесь я пока не рассматриваю. Потому что было у нас движение, была коррекция. И сейчас мы пробили эту коррекцию. Поэтому считаю, что движение будет именно лонг. Так, идем дальше. Нефть марки Brent. Нефть вчера укрепилась, прорвав пятничный локальный максимум. Таким образом, наша идея по нисходящему движению не сработала. Увы и ах. Продолжаем мы двигаться в рамках трендового канала. Еще одной попыткой продать нефть будет достижение верхней границы трендового канала в районе примерно 85.51. В этом случае у нас по-прежнему не шибко большой стоп-лост. Примерно 80 пунктов. А потенциал порядка 393 пункта. Где-то 1 к 6. С небольшим соотношение и есть. Но это опять же относится больше к тем, кто не боится шорта. Знаю, есть люди, которые исключительно в лонг заходят. А шорт для них это вообще что-то непонятное, нервнядное, необъясненное. Поэтому, пока мы двигаемся в рамках канала, у нас есть определенная защита этой конструкции. Наклонная трендовая линия сопротивления. Поэтому, пока мы ее не преодолели, мы еще можем ступиться вниз и заработать в шортовом направлении. Такой сценарий по нефтемарке Brent. Так, что касается доллар-рубля. Продолжаем мы двигаться в восходящем направлении. Аллилуйя, все хорошо. Выполнили мы еще одну размерность и продолжаем двигаться к следующей. Цели пока остаются прежними. Это 71, 86, 72, 0, 29. Будьте внимательны. Мы можем скорректироваться на какую-то из размерностей, полученных ранее. И здесь можно будет присоединиться к этому движению. Максимальные цели находятся по текущей волне повышения в районе 72, 247. Поэтому поддерживаемся дальше восходящего сценария. Здесь ничего не меняется. Так, и биткоин. Биткоин. Я надеюсь, вчера каждый из вас отработал, успел эту дивергенцию отработать. Но если вы не отработали, то ничего страшного. Потому что прострел был очень бодреньким. Давайте даже на 5-минутки посмотрим. То есть, если вы на 5-минутки торговали, то здесь, в принципе, могли успеть влететь в этот поезд. И заработать на пробои 71,969 была наша цель по отработке дивергенции. Напомню, как это было. Вот у нас была конструкция. Мы ее измерили. И вместе с пробоем измеряем, рассчитываем потенциал. Если вы не успели, то ничего страшного. Будут еще сигналы, будут еще какие-то идеи. Сейчас. Пока что продолжает биткоин смотреть в восходящем направлении. Не вижу его в шорт. У нас, как минимум, есть еще не отработанная цель в виде вот этой вот размерности. Хотя эту размерность, я не знаю, честно, как отмечать. Может быть, лучше стоит отметить именно вот эту размерность, которая будет немножко пониже. Большого изменения здесь не произойдет. Поэтому просто отметим вот таким образом нашу цель по восходящему движению. Это будет 64,277, 64,504. Продолжаем смотреть в лонг. Ну а дальше, по достижению этих целей, будем корректировать какие-то локальные цели. А глобальные у нас остается прежней. Это 74,387,77,614. Такие торговые идеи на текущий момент. Надеюсь, видео было вам полезным. Не забывайте подписываться на канал Амаркет. Ставьте лайки. Оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями. Желаю вам хорошего дня и удачной торговли. Пока. Продолжение следует...